Продолжение следует... Горничные, администраторы, водители и лидируют в рейтинге востребованных специальностей. Расширение штата на сезон для Анапы – норма, впрочем, как и выраженное сокращение к осенне-зимнему сезону. Вариантов два – искать работу в газетах с объявлениями или обратиться в Центр занятости населения в Анапе. Там на сегодняшний день 932 вакансии. У нас стоит на учете 464 безработных. Уровень безработицы 0,5%. В прошлом году количество безработных было 570. У нас много жителей сельских округов отдаленных. И вахты в этот период нет, в зимний. И поэтому тут уже более трудно подыскать подходящую работу. В такое межсезонье многие готовы работать и без официального трудоустройства. И основной минус такой формы занятости – частое отсутствие социальных гарантий. Впрочем, уже в следующем летнем сезоне в силу должен вступить закон, который уравняет временных сотрудников в правах с постоянными и жестко ограничить число посредников на этом рынке. А значит, для многих работа станет и приятнее, и прибыльнее. Сегодня поток мигрантов в Краснодарском крае – один из самых высоких по стране. На 2013 год установлен предел для иностранных рабочих – 28 тысяч человек. Однако, в связи с большим объемом строительных работ, связанным прежде всего с приближающимися Олимпийскими играми, в Сочи произошла корректировка квоты. Сейчас она составляет 50 тысяч человек. Получить иностранного гражданина себе в работнике можно официально. Для начала нужно подать заявление в Центр занятости о вакансиях. В этот момент мы активно предлагаем людям, желающим трудоустроиться, эти вакансии. В том случае, если мы эти вакансии не заполняем, предприятие имеет право на привлечение иностранной рабочей силы. То есть, уже от департамента готовятся предложения по привлечению иностранной рабочей силы. Тем работодателям, кто обходит закон стороной, грозит штраф. Сейчас сумма за одного нелегала составляет от 250 до 800 тысяч рублей. Позвонив по объявлению о трудоустройстве, я представилась, сказав, что очень хочу работать, но не имею гражданства Российской Федерации и разрешения на работу. Были разные ответы. Не ошибиться с выбором. Эксперты советуют безработным, которые долго не могут трудоустроиться, воспользоваться обучением и переквалифицироваться. В это время безработный даже получает стипендию. В этом году мы уже более 150 человек обучили, в том числе востребованным, в основном востребованным, конечно же, на рынке труда именно нашего города-курорта. Очень много администраторов, 1С-бухгалтерия, поваров. Конечно, сказывается специфика курортного города. Каждым летом число вакансий увеличивается до 3000, и это в основном санаторно-курортная отрасль. Поэтому эксперты советуют ученикам старших классов пройти специальное тестирование, прежде чем решить, на кого дальше учиться, чтобы не повторять ошибок родителей, меняя профессию. Тем, кто долго ищет работу в центре занятости, предлагают решиться на кардинальные перемены, открыть свое дело. Там специалисты помогут составить бизнес-план и выделят средства на компенсацию затрат от 2500 рублей и сумму для воплощения мечты в реальность. В этом году наш губернатор удвоил эту сумму, и теперь она составляет 117 600 рублей. В течение двух месяцев человек должен сделать закупки в соответствии с бизнес-планом, то есть только то, что отражено в бизнес-плане, а потом отсчитаться документально перед нами. И далее ежеквартально мы контролируем, как работает индивидуальный предприниматель. Любые средства, выделяемые из федерального или муниципального бюджета, помощь немалая. Кассир Ася Докашева работает в Анапском индустриальном техникуме, и ее рабочее место было оплачено. Центр занятости заключает договор и перечисляет средства тем работодателям, кто решился взять на работу инвалида. Ежегодно мы трудоустраиваем временно инвалидов на месяц, на два. Значит, работодатель платит заработную плату, а мы платим материальную поддержку 1700 рублей в месяц, которая не облагается никакими налогами. Антон Гира тоже обратился в Центр занятости, когда переехал из Крымского Анапы. Через несколько месяцев ему нашли подходящую работу. Теперь заведует компьютерной лабораторией. Бывает, что избежать опыта общения с нерадивыми работодателями не удается. Не возвращают трудовую книжку, отказывают в трудоустройстве, ссылаясь на возраст, не выплачивают вовремя зарплату. Тогда вам могут помочь. В Центре занятости есть специальный 10-й кабинет – отдел охраны труда. Консультацию юристы и специалисты отдела проводят бесплатно. Несмотря на конец рабочего дня, посетители в Центре занятости не перестают обращаться. Бум активности связан и с предстоящей Олимпиадой в Сочи. Две подруги решили, что пенсионный возраст – не повод отказываться от работы в Олимпийской столице. И пришли заполнить анкету. Каждую сначала проверяют службы безопасности. И только после того, как за человеком не числится никаких уголовных или административных правонарушений, высылают приглашение. Подсобные рабочие, уборщицы в технических помещениях. Хоть что будет. А самое главное – поддержать наших спортсменов. Ну и то самое главное. Похлопать. Девять вечера на площади многолюдно. Этим анапчанам уже одобрили анкеты. И теперь работать они будут на протяжении всей Олимпиады. В основном едут водители, рабочие строительных профессий и гостиничного отдела. Мотивация поучаствовать в мероприятиях мирового уровня, мирового значения. Проложить руку к этому. Пока вакансии еще есть, но скоро весь мир будет следить за самыми масштабными зимними играми в Сочи. На этом все. Эти и другие программы вы можете посмотреть и на сайте «Анапа.регион» в разделе «Проекты». Спонсор нашей программы аптеки «Фитофарм» и «Бэйби-центр» предлагает к Новому году интересную акцию. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Подробности в аптеках «Фитофарм» и «Бэйби-центре». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова